Гитара Гитара – один из самых любимых и распространенных инструментов в России. Когда-то, еще лет 30 назад, в стране производились сотни тысяч гитар ежегодно, и при этом они оставались дефицитом. Сегодня купить гитару уже не проблема, благодаря импорту, а в России их уже почти не производят. Невыгодно, да и популярность инструмента уже не такая, как прежде. Поэтому последние фабрики, что еще делают гитары, находятся на грани выживания. Ижевск Ижевск – город оружейников и тяжелой промышленности. Повсюду торчат трубы заводов и предприятий, а производственные корпуса занимают значительную часть городского пространства. Посреди всего этого индустриального многообразия затерялась небольшая фабрика, о которой даже в самом Ижевске знают немногие. Она прячется за бетонным забором с колючей проволокой, а на проходной нет даже таблички с указанием, что здесь находится. Здание было построено еще в 1956 году для фабрики пианино имени Чайковского. В советские времена она выпускала сотни тысяч инструментов, снабжая ими всю страну. Но в 88-м дела пошли совсем плохо, и производство пианино закрыли. Одно из них до сих пор стоит в фабричной столовой, и на нем обычно сидит голубой слон. Последний раз, наверное, Петрович на него играл в полиции лет 5. Она не играла. Стоит пылиться? Ну, она настроена, и все. А он даже нет пыли, только 10. В интернете такое можно купить рублей за 700, но директор фабрики его никому не отдает, потому что эта гамма словно памятник тому, что здесь было, и чего уже не будет. Чисто теоретически можно было бы возобновить производство пианино, если вдруг страна попросила? Нет, это вот кучу оборудования надо покупать. Ну, перешла молодежь на это, на японские эти все. Сфинкозаторы? Конечно, они все вот эти, хотя это, естественно, звучание лучше. В конце 80-х стране стало, в общем-то, уже не до пианино. У людей появились другие, гораздо более важные заботы. И тогда фабрика остановилась. Кто знает, что было бы с этим предприятием сейчас, если бы не Александр Шадрин, нынешний его директор и хозяин. Седовласый энергичный человек, который в советские времена руководил Ижевской оборонкой, а нынче перековал мечи на гитары. Для корпуса гитары вся обработка вот здесь идет здесь, вот здесь, вот на этих станках. Здесь повсюду гитары, вернее, пока только их скелеты. Деки и грифы лежат отдельно друг от друга, ожидая скорой встречи. В цехах шумно, сильно пахнет деревом и лаком, а древесная пыль стоит в воздухе плотным туманом. Теперь на нее нужно деки приклеить. У нас женщины приклеивают деки. Но прежде чем деки приклеить, надо еще стрелку шлифануть. Вот это вот, да? Да. Вот поэтому я складываю возле станка шлифовального. Горки из гитарных заготовок кочуют от одного станка к другому. Где-то точат, там клеят, здесь шлифуют. Размер зарплаты зависит от количества сделанного. Так что хорошо заработать можно только став ударником. В советские времена, говорят, все были ударники комт-труда, вот такие, как она. И ордена еще давали. А сейчас ордена совсем не дают, к сожалению, рабочим. А держит это все равно вся Россия на таких вот наших русских женщинах. По-русски сказать бабах, да ведь? Да. Со стороны кажется, что он своим работникам отец родной. Может пошутить и даже обнять. Но совсем скоро мы увидим, что директор фабрики бывает и другим. Жестким и требовательным. Настоящим красным директором, которому до всего есть дело. Так, ты что делаешь? Дима, ты что опять балуешься? Да правильно. А? Разнобой. Разнобой. Ты балуешься просто. Ты делай, давай, что тебе сказали. Гитары на ижевской фабрике «Пианино» пытались делать еще с 80-го года. Но когда в начале 90-х Шадрин выкупил умирающее предприятие, он сделал ставку именно на них. А еще запустил в производство домры и балалайки. И купил бэушные станки, чтобы максимально диверсифицировать производство. И наладить выпуск токарной и слесарной продукции. Ну, выживать же надо. На одних гитарах, я говорю, гитары нам очень хорошо под спорье. Вот сейчас, с августа по февраль, пойдемте. С августа по февраль гитары идут, и вроде это. А как весна, апрель. Ой-ой-ой. Не берут гитары летом. Летом на гитарах не очень играет. Не, не. Ну, не то, что играет, не покупает. Чтобы выжить, он ищет заказы на изготовление мелких деталей для других производств. Делают даже для оборонки и атомной промышленности. Это позволяет фабрике держаться на плаву. То есть это все, в принципе, это это. Так же мы и для оборонки, говорю, что делали. И для этого. Не то, что все заказы, где выхватишь, там бывают. За директором трудно поспеть. Он стремительно перемещается по цехам и коридорам, петляя между станками и людьми. И обсуждая по пути какие-то непонятные, но наверняка чрезвычайно важные вещи. Что сейчас делаете тут? Да вот пока и не помогаю. Сам вам тут эти полукольца это презеровать в арку. Во-во-во-во, вот эти полукольца надо. А ты их... Все, молодец. То и дело, у Шадрина звонит телефон. Он дает какие-то указания или вовсе вдруг на время куда-то исчезает. И тогда у нас есть возможность осмотреться по сторонам. Здесь на фабрике какая-то иная реальность. То ли советское прошлое, с учетом 30-летней амортизации, то ли российское настоящее, со скидкой на кризис. В полутемных коридорах музыкальной фабрики вполне можно устраивать квесты или снимать страшное кино. Но к этому здесь, кажется, все давно привыкли. Думаете, вот только у меня такое старое оборудование. Да вот эти все фабрики, которые занимаются типа ширпотребом и так далее, музыкой. Куда приедете, везде примерно такое оборудование и такие стены обшарпанные. Директор признается, ему бы, конечно, хотелось привести все это в порядок. Но заняться ремонтом значит поставить на производство крест. Так что выбора нет. Мы в Челябинске с оборонного завода купили где-то 620 тысяч рублей станок. Так это для меня верх. Это за все последние годы самый дорогой станок, что мы купили, это вот этот 620 тысяч рублей, к примеру, для меня. Дороже просто не в состоянии. Если я выдерну эти деньги из оборотки, значит, я или материал не закуплю, или зарплату, или налоги и так далее, и так далее. В административных помещениях время тоже будто застыло. Стены, мебель и даже таблички на дверях – все оттуда, из прошлого. В котором фабрика имени Чайковского была частью огромного планового механизма, который она снабжала и который, в свою очередь, снабжал ее. Если вот даже брать, сколько, говорю, делали в советские времена гитары, сколько мы во всей России делаем, в основном, видать, музыкальные, все пользуются в основном из-за бугра везут. Для гитар нынче наступили тяжелые времена. Когда-то их по всей стране выпускали десятками тысяч в месяц, а сегодня здесь не дотягивают и до тысячи. Из гитарных фабрик в России уцелели лишь пермский кунгур, воронежский бобров да небольшое предприятие в Санкт-Петербурге. Китай, Индонезия и так далее, Малайзия там сейчас уже завозит все это дело. Давит вас? Да, по ценам, да. На изготовление обычной классической гитары требуется около двух месяцев. Это связано с технологией производства, ведь начинается все с обычных фанеры и шпона. На фабрике дерево просушивают, затем нарезают и склеивают. Материал, что получше, идет на обечайке. Так называются изогнутые боковины гитар, те, что между деками. Вот это уже склеенный, он уже готовый. Это два листа склея? Два слоя. Лицевая часть, изнаночная идет, поперечная она. Чтобы при загибе она была такая мягкая, не ломалась, все нормально было. Прессовщица Валентина Данилова на своем участке работы первая, кто закладывает жизнь в музыкальные инструменты. Из десятков листов березового шпона она склеивает заготовки для гитарных грифов. И закрываю. Сколько так они будут в пещи стоять? 40 минут. Такой работой Валентина Романовна занимается с половины восьмого утра до четырех часов дня. Получается, делают музыку нон-стоп. А давно вы работаете за старталку? 15. 15 лет? Да. И 15 лет вы делаете обещания? И все одно и то же. Ну еще стараюсь помогать, грифы делаю. Надоело вам? Да не знаю. Я уже вообще-то на пенсии. Нравится работа. Нравится? Да. Мастера хорошие, директор уровень нормальный тоже. Удивительно, но на фабрике по производству гитар почти никто на них не играет. Делать делают, а использовать не умеют. А не знаю, не успеваем что ли. Не знаю даже. Но зато вы все еще музыкально смотрели. Сделали вас радио-примирного. Ну да. Я люблю музыку вообще-то. И песни люблю, и музыку люблю. Интереснее жить все равно. Ну вам сам Бог или в руке гитару брал? Надо бы научиться. Надо бы научиться. Не знаю. Может, когда уже не буду работать, сяду и вспомню, как делались эти гитары. И как вот начать играть на ней. Из прессовочного цеха гитарные заготовки отправляются дальше по фабрике. Теперь шаг за шагом, операция за операцией, бесформенные деревяшки будут становиться инструментами. А сколько вы таких штук делаете в день? 50. 50? А вы когда делаете, представляете, кто на них играть будет? Кто купит, тот им может играть. Что сразу бросается в глаза, на этой фабрике работают в основном люди старшего, около пенсионного возраста. Директор сетует, что даже в таком большом городе, как Ижевск, не может найти молодых работников. Мужики-то молодые идут, некоторые. Если у кого-то у кейстова, опять это горлышко. То есть выпивают? Конечно, конечно. С этим большая проблема, да? Ну есть проблема, во всей России проблема. Готовых специалистов, чтобы умели делать гитары и балалайки, на рынке труда не сыщешь днем с огнем. Тем более Шадрин не может предложить своим сотрудникам зарплату, как, например, в оборонке. Но он не сдается. Ищет. В основном женщин. Такой вот получается ижевский шашеляфам. Женщины же вообще на производстве быстрее работают раза в полтора, в два мужиков. В нижний раз не курят. Она, к примеру, 20 заработает. А он в пропорции 14. Тоже, видите, как. Конечно, женщин бы больше-то взять. Но не идут молодые. Не идут, не хотят. Лучше, наверное, в продавцы идут. Но иногда Шадрину все-таки везет. И к нему на фабрику попадают настоящие фанаты своего дела, которые любят работу настолько, что даже в отпуск забывают уходить. Не ухода. Не ухода ходить. То есть вы здесь работаете уже сколько? Почти 7 лет. Да. И ни разу не были в отпуске? А зачем? Отдохнуть. У нас здесь сделка. За это заплачиваю. Чем больше мы сделаем, тем больше продадим. Пока есть кровь, надо делать. Кто знает, что завтра будет. Грифы, пятки и подпятники в руках Татьяны Васильевны мелькают и сливаются воедино, чтобы вскоре заиграть и зазвучать. Уже в других руках. Так. Далим сюда. Вот это место приклеиваем. Это два подпятника у нас. Сюда. Щеки, брови и ресницы словно припорошены белой пудрой. Это мельчайшая древесная пыль, которая летит от шлифовальных станков. Прямиком в легкие работников, которые не ищут легкой работы. Молодежь привыкла так, чтобы сидеть на одном месте, в тепле, в чистоте, тыкая пальчиком, получать большие деньги. Вот она сидит, одна кнопочка нажимает, она играет в карты и получает большую зарплату. На работу она не ходит пешком, или на общественном транспорте, или на машине. На пыль и шум Татьяна Васильевна не жалуется. Наоборот, говорит, ей все это нравится. И свою работу она ни на что не променяет. Даже за большие деньги. Видимо, у меня душа деревянная. Я не в деревяшках. Знаете, у меня какая гордость? У меня какая гордость, что я тоже делаю эту музыку. Вообще. Вот когда я еду где-нибудь в транспорте, и вижу, что едут мальчики, девочки с гитарами, да? Вот, в футлярах. Я и думаю, а может быть, наша гитара? А может быть, как раз я ее и делала. Точно так же, как и работой, Татьяна Васильевна гордится своей страной. И ее бодрому настрою, кажется, никакие трудности ни почем. Москва не сразу строилась и до сих пор строится так, и жизнь наша. Где-то хорошо, где-то плохо. Если бы не было плохо, как говорится, больно плохо было, мы бы фашистов не побили. Вот так. Нас не тронь. Живо навтыкаем. Да. Так вот. Каждое утро на фабрике гитар начинается с планерки. Директор хочет знать все в деталях и подробностях. Он говорит с подчиненными на своем языке, понять который почти невозможно. Но следить за всем этим очень интересно. Напоминает телеигру «Что, где, когда», в которой капитан вместе со своей командой пытается найти ответ на сложный вопрос. А колпачки когда выводим? А колпачки, колпачки. Он сейчас делает то, что резьба была не нарезана, а я его заставил делать. Посчитаем, сколько у нас. И до сотни. Все, уже мы рассчитали, сколько. Нам еще 15 штук надо сделать. Ну, 20 штук. Погоди, минуту, колпачков? Да, вылечим. Минутку, 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 минутку. Погоди, а их как здесь делать? С нуля делать надо? Нет, зачем? На обрабатывающем центре. Время от времени директор начинает нервничать. Но на СУ конец месяца, надо выполнять план. А этому вечно что-то мешает. Бывает, что директорские крики слышны даже на улице. Но сегодня все спокойно. Успевают. Наверное, точно так же здесь проходили совещания и полвека назад. Кто-то требовал точности в работе и выполнении плана, а кто-то обещал, что не сорвет сроки. Так и не нашли вчера вечером. Ищите все. Но там, за стенами фабрики, уже давно все по-другому. Нет никакого госплана, а есть жесткая конкуренция. В основном с зарубежными производителями. Почему мы по внешнему виду даже не можем добиться такого же уровня, чтобы гитара была как китайская. Как мы не бились с вот этими лаками, полировками. Все равно Китая нет. По внешнему виду мы все равно сколько-то не дотягиваем. Не хватает каких-то технологий. На помощь государства с налогами или с закупкой инструментов для школ, например, Шадрин никогда и не рассчитывал. Только на себя. Но сил остаются меньше, а проблем возникает больше. И связаны они в основном с иностранными конкурентами. Я думаю, что давно бы нужно было запретить вот такие, как музыкальные инструменты, к примеру. Потом вот, допустим, ну много куда для школ, для интернатов только обязательно покупать только собственное производство. То есть делать такое импортное? Обязательно. А вы завидуете производителям сыра, например, молока, что для них открыли такое конкурентное пространство внутреннее российское? Ну, чего завидовать? Вы хотели бы такое импортозавреждение? Ну, почему его завидовать? Я считаю, что это правильно. Я всегда поддерживаю, что в сельском хозяйстве зарплата тоже довольно маленькая. И это для них очень хорошая поддержка. Это, я считаю, тоже правильно. У него самого на носу время зарплат. Но в бухгалтерии он утешения не находит. Наоборот, только расстраивается. По деньгам ничего нового? Ничего нового? Денег нет? Да, то есть не пришли по счетам. К Новому году дело. Надо ведь и зарплатить, и все надо. На его предприятии работают около ста человек, зарплату которому он старается не задерживать. Но и выше поднять ее он тоже не может. Здесь я вот получаю сейчас ну, 10, ну, 11. Плюс у меня еще 50% как бы за кредит. В месяц Эдуард делает около полусотни балалаек и домар. Говорит, может и больше, но не хочет работать в ущерб качеству. Это у нас называется сухарь. Сюда, ну, где крепится сама, это, сам гриф. на этой фабрике Эдуард работает около двух лет. Раньше жил в Красноярске, вырос в детдоме, успел посидеть в тюрьме, как говорит, по глупости. А потом он что-то строил и делал для российского космоса. Начали с ракеты спутников, а закончили балалайками, получается. Да. Ну, разница-то чувствуется все-таки. Там что-то, что высокие технологии летают в космос. Ну, да. А здесь балалайками. Ну, это что, русские инструменты? Нормальные как бы это. Балалайками Эдуард занялся, потому что переехал в Ижевск, где спустя 42 года нашел своих родителей. Работник он хороший, но, наверное, для директора фабрики он настоящая головная боль. Потому что говорит то, что думает. Про зарплату, про условия труда, про жизнь в стране и даже про президента. Он же за каждого россиянина волнуется. А он знает о бедах каждого россиянина? Вот вопрос. Так должен знать. Он же, как бы, для этого и поставлен, чтобы все знать. А что бы вы ему сказали, если бы встретились с ним? Я бы не выдержал, я бы столько бы наговорил. Меня потом посадили бы сразу. Но столяра кормушкина президент услышит вряд ли. И не узнает от него про жизнь в тюрьме, про зарплату в 10 тысяч и про то, что русских балалайк теперь делают больше не в Ижевске, а в Румынии. Но в конце концов, кому теперь какое дело до балалайка, гитар, когда в мире так неспокойно? Ведь сказал же глава государства, что отечественным предприятиям нужно участвовать в укреплении обороноспособности страны. Вот они и укрепляют, кто как может. А инструменты ими же не повоюешь. Да и музыку нынче стали играть какую-то странную. Не калимку и не очи черные, а что-то иностранное. Американское, наверное. После долгих поисков нашелся-таки человек, который умеет играть на гитаре. Павел, правда, никакого отношения к производству инструментов не имеет. Он просто арендует здесь помещение. Но в гитарах знает толк. В течение дня там 10 раз она настроена, расстроится еще. Она не настроена, она суммитель. Играть это вообще это жесть, конечно. Ижевскую гитару Павел сравнивает с автоматом Калашникова, который делают здесь же, в городе. И то, и другое простые и надежные конструкции. Смотрите, вот кривизна, глады, кривые, там, еще что-то, где-то не шлифованные. Это, то есть, это достаточно, самый простой инструмент, но довольно-таки во дворе можно поиграть, там, в поход взять и так далее. То есть, дорогой инструмент в поход тоже брать смысла нет. Именно вот такая рабочая гитара боевая. Быть может, в этом тайна уцелевшего гитарного производства, что делают здесь именно боевые, надежные инструменты, а не какие-нибудь изнеженные испанские или японские. Ведь если завтра в поход, лучшие инструменты, чтобы скрасить боевые будни и не найдешь, а значит, это и есть тот самый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Наверное, самый мирный из всех возможных. Субтитры создавал DimaTorzok